Что будет с моими ушами? Самое страшное. Может быть декомпрессия, может быть разрыв барабанной перепонки. Ай! Нет, нет, нет. Да вот такое. О, боже мой! Рыженькая! Вставляется в ухо какая-то штука, ее поджигают. Гори они огнемся, но не в ушах. Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале Вестник Кавказа. Я Елена Войцеховская, медицинский журналист. Каждый понедельник мы просто и понятно говорим о том, как при помощи простых знаний, желания и дисциплины становиться моложе и здоровее. Подписывайтесь, если еще этого не сделали, и пишите в комментариях, какая тема, связанная со здоровьем, вас беспокоит больше всего. Сегодня у меня в гостях врач-сурдолог, отариноларинголог Антон Прошин. Я вам обещаю, это будет суперполезный разговор. Доктор, приветствую! Ни хао, котики! Сразу рассказывайте мне и нашим зрителям, кто такой врач-сурдолог. Обычно, когда я еду в машине в такси, и заходит разговор с водителем, он меня спрашивает, слушайте, вот вы такой интересный человек, каким вы работаете? Я говорю, я врач-сурдолог. Он такой, кто? Я говорю, да, да, вот тот, кто делает так, чтобы вы не переспрашивали. Я занимаюсь диагностикой слуха и его коррекцией. Антон Прошин, отаринголог-сурдолог. Начнем с самой болезненной, самой важной темы. Вот эта маленькая штучка, которая в ушах сейчас находится практически у каждого человека. Едем ли мы в метро, моем ли мы посуду, разговариваем с любимыми по телефону. Наушники стали неотъемлемой частью нашей жизни. Они безопасны? Если да, то какие? Вот такие, как у меня, последние, втыкаемые в самую глубину уха? Или огромные такие, как у музыкантов? Вы задали вопрос, терпите ответ. Все наушники, хочу вам сказать, они безопасны. Абсолютно все. Опасные являются высокие уровни громкости. Вот это да. И тут логичный вопрос, а что нам сделать для того, чтобы нам было хорошо и наушники не повреждали слух, а точнее громкость из этих наушников? Давайте немножечко размотаем ситуацию, когда вы используете какие наушники и что является причиной того, что вы хотите газануть, добавить громкости. Ну, первое. Если вы находитесь в тихом помещении, например, вы моете посуду условно, то внешний фоновый уровень громкости, шумовой, он достаточно маленький. И подкрутить не так уж и сильно хочется. В отличие от другой ситуации, вы находитесь в шумном месте, например, в метро едете. Это старые советские синие вагоны, где еще вот так вот там все пружинит. И да, там, конечно же, хочется там провернуть. Но более того, когда вы добавляете громкость, вы все равно пытаетесь перекрыть фоновый шум. Но уж так или иначе шум все равно залезает к вам в слуховой проход. И получается так, что уровень громкости наушника, для того, чтобы трек был максимально читаемый, он гораздо выше внешнего фонового шума. И да, такое длительное воздействие к громкой музыке может привести к необратимому снижению слуха. И логичный вопрос, что же делать? Ну, первое, если вы используете канальные наушники, то используйте наушники с системой активного шумоподавления, методом противофазы, например. Если вы хотите прям полноценно погрузиться в музыку в любом месте, то оптимально всего использовать наушники с большим амбушюром, или, как я люблю их называть, чебураторы. Почему? Ну, во-первых, у вас идет пассивная шумоизоляция за счет того, что в слуховой проход, за счет того, что ушная раковина закрыта, никакого лишнего фонового шума не поступает. Более того, у этих наушников есть система активного шумоподавления, которая, естественно, все это гасит. И за счет того, что там драйвер-динамика, то есть сама мембрана достаточно большая, она и качает лучше. И это все гораздо вкуснее. И, ну, прям искренний восторг. А еще давайте поговорим с вами про гигиену. Вот у вас потрясающий наушник, да? Да. Капельного типа. Мне нравится. С активным шумоподавлением. Да. Белого цвета, белый производитель. Прекрасно. Как часто вы обрабатываете его? Ежедневно. Каждое утро. А как вы его обрабатываете, расскажите? Спиртовой салфеткой протираю внутри и футлярчик тоже самое протираю. Какая вы умница. Есть специальные сушки для слуховых аппаратов. Они продаются на различных маркетплейсах. И в этой сушке должна быть кварцевая лампа. Вот я вам настоятельно рекомендую. Если вы пользуетесь канальными наушниками, купите такую сушку. Она стоит, ну, каких-то адекватных денег. Там до 2-5 тысяч рублей. Но в слуховом проходе есть эпидермис. Снаружи залетает всякая грязь. И чтобы это все оптимальным образом обеззараживать, спиртовой салфетки может быть недостаточно. Хорошо. А что будет, если я не буду их так чистить? То есть, что будет с моими ушами? Самое страшное. У вас будет наружный отит, либо грибковые заболевания наружного слухового прохода, грибы. Особенно это актуально летом. Поэтому, если летом вы занимаетесь спортом активно, я все-таки вам рекомендую не использовать наушники канального типа. Почему? Вы герметизируете наружный слуховой проход, вы потеете, эпидермис, грязь, все это является благотворной средой для развития грибковой флоры. И далее, как результат, вы берете различные спортивные тренажеры, вы трогаете наушник постоянно. И таким образом, это все может привести к тому, что грибковая составляющая может себя проявить. Безусловно, и я хочу нашим зрителям напомнить еще раз, даже если вы не занимаетесь спортом летом, вы активно работаете на даче. Для того, чтобы наверняка защитить себя от инфекции, которая может попасть в ушной проход, используйте такие огромные большие наушники. Доктор, вот смотрите, врач-сурдолог, и многим может показаться, что, ой, ну когда еще там, мне там лет 80, может быть, стану я хуже, а слышать и пойду к этому врачу. Слух снижается медленно и постепенно. Как мы можем прямо сейчас в студии проверить слух и, соответственно, предложить нашим зрителям какой-то тест? Никак. Вы бы хотели, наверное, чтобы я вам дал какую-то волшебную таблетку и сказал, знаете, вот вы можете скачать приложение, взять, надеть себе наушники, зайти на какой-то волшебный сайт и там прокликать это все. Более того, в YouTube, в том же самом, в ВК, на других медиаплощадках есть куча всяких роликов, где написано «Проверь свой возраст» с помощью звука. И там подаются различные частоты на понижение, либо на повышение, то есть от бу-ду-ц или ц. И тут вопрос вот в чем. А через что вы все это слушаете, дорогие мои? Если вы хотите действительно проверить свой слух, то вы приходите на прием к врачу-сурдологу, где вам надевают наушники откалиброванные, где мы точно знаем, когда мы выкручиваем 60 дБ на 1000 Гц, наушник реально выдает 60 дБ и 1000 Гц. Потому что идет достаточно большое количество просадки по частотам, по громкости и так далее, и так далее, и так далее. Но если вы все-таки хотите задаться вопросом, а все ли у вас хорошо со слухом, то обратите внимание на своих близких и спросите у них. А как часто они слышат в вашей речи такие фразы, как «А? Что?». Спросите у них, когда вы с ними общаетесь, смотрите ли вы им в глаза или смотрите на губы. Спросите у них, как часто вы переспрашиваете. Задайте себе вопрос, а как часто вы ссоритесь со своими близкими при просмотре голубого экрана. Если вы ссоритесь из-за того, что они хотят смотреть футбол, а вы хотите их кулинарное шоу, это одна история. А если вы ссоритесь с ними из-за того, что о нем говорят «Петюнь, Лапуль, ну зачем ты так наваливаешь громкости, соседи сейчас придут». То это уже звоночки для вас в отношении того, что возможно у вас есть снижение слуха. Просто вы о нем не знаете. И как вы совершенно верно сказали, да, действительно, слух снижается постепенно. По принципу «шик», мы дернули стоп-кран и слух ушел, это острое состояние, которое компенсируется в стационаре гормональной терапии. Понимаете? А вот так постепенно прийти к тому, что вы будете переспрашивать, ну, это учись каждого из нас. Потому что мы живем в крупных городах, мы пользуемся наушниками. У нас нет, к сожалению, культуры гигиены слуха. Мы когда идем в караоке, ну, простите меня, там прям к динамику поближе, чтобы точно слышно было, я вообще как пою, хорошо или лажа. Смотрите, а с другой стороны, может быть, если все-таки наши зрители периодически ссорятся дома по поводу уровня громкости и отбирают друг у друга пульт, может, все-таки уши почистить надо просто правильно, правильными палками ушными, или еще лучше купить, значит, на тех же маркетплейсах вот эту штуку, которую вставляют, страшная вещь, ребят. Я это видела, на самом деле, вставляется в ухо какая-то штука, ее поджигают, и человек лежит и ожидает, что таким образом он прочистит свои уши и станет лучше слышать. Может, это реально работает? Вы задали вопрос по поводу того, что же такое ушная сера и как ее чистить. И самое большое заблуждение людей на этой планете, это первое, что соевый соус не везде полезен, а второе, это то, что сера это плохо. Сера это неплохо, сера это хорошо, это нужно. Наш организм это потрясающе сбалансированная система. И вся штука заключается в том, что сера изначально создается нашим организмом в жидком виде. И функция серы является сорбентом, она удерживает на себе все то злое зло, которое несется в наружный слуховый проход и может попасть на барабанную перепонку. В том числе вот через вот это, не почищенное. Совершенно верно, да. И в жидкой сере, естественно, вся эта пыль, грязь, бактерии, вирусы, инфекции, и злое зло, как я уже ранее сказал, она удерживает. Но под воздействием воздуха сохнет не только кожа и слизистые, но и сохнет сера. И вот в наружном слуховом проходе есть ребятки такие, называются они целлярный транспорт. Таким красивым словом называются микроволосики. Это не те самые волосы в ушах, которые все пытаются состричь. Нет, это именно микроворсинки, которые двигаются вот так. Они вывозят из глубоких отделов к передним всю засохшую серу. В жидкой сере, естественно, они буксуют. И вот наш организм отдает ровно столько, сколько нужно, чтобы создать новую жидкую серу, которая будет работать. И в принципе, если вы посмотрите на свою руку, вот сюда, вы увидите здесь подарок вселенной, его мизинец. Встречайте, знакомьтесь и чистите уши. Вы вставляете его в слуховой проход, вы вставляете его в хрящевой отдел наружного слухового прохода. Вы забираете ту серу засохшую, которая уже не работает, организм ее отдал. Вытираете пальчик, еще раз вставили, еще раз протерли, и хорошо. Хорошо. Что же происходит, когда вы используете ватные палочки? Вы берете ватную палочку, без контроля зрения, вы не знаете, есть у вас там серная пробка, нет там серной пробки. Да вот такой, ай! Нет, нет, нет. Да вот такой, покашлял, ну значит хорошо, да? Глубоко вставили, хорошо получилось, молодцы. Но нет, вы вставили в глубокие отделы, в костные, скорее всего вы уперлись в костную часть слухового прохода, а там надкосница близко, и далее сработал кошлевой рефлекс. Организм говорит, ты куда, зачем ты это все делаешь? Вытащите это немедленно. Не снимите, вытащите это немедленно. И вы это извлекаете. О боже мой, рыженькая! Радуйтесь искренне, как ребенок. Чему? Чему вы радуетесь? Вы радуетесь тому, что прилипло. А прилипла жидкая сера, которая должна была работать. А твердую вы взяли туда, прямо нафтолкали по полной программе. И когда вы туда вставили, эту ватную палочку, есть риск того, что вы формируете эту самую серную пробку. И далее, как результат, может быть перфорация барабанной перепонки, может быть воспалительный процесс наружного слухового прохода и тому подобное. И тут вы скажете, но подождите, есть же специальные ватные палочки. С ограничителями. Совершенно верно. Маркетологи не зря едят свой хлеб, хочу вам сказать. Потому что, когда они узнали, что лор-врачи, врачи-сурдологи, вещают из всех возможных утюгов с Wi-Fi о том, что ребята, ну не надо, они говорят, минуточку, мы вот вставим, и там ограничения. Слуховой проход у всех разный, но объективно. И кому-то это глубоко, кому-то это не глубоко. И вот эта вот история про ограничитель, это больше все-таки про маркетинг. Отлично, разобрались. Поэтому, мизинец. А что касается... Китайских палочек, давайте о них поговорим. Вот эти вот свечи. Которые поджигают. Гори они огнем все, но не в ушах. А где-нибудь на складе, очень далеко, и прям, чтобы вообще оно к нам не заходило. Логика всех этих устройств, это декомпрессия. То есть, как это все делают, как они говорят. Вы берете вот эту фитосвечу или свеча для удаления серных пробок и так далее. Вы вставляете ее в слуховой проход, создаете герметичность, поджигаете, она горит. Она должна вытащить всю серу, которая у вас в слуховом проходе. Но минуточку. Есть риски того, что, во-первых, этот воск, который горит, он попадет в наружный слуховой проход и далее, как результат, будет термический ожог. Дальше. А если она горит очень быстро? Вы же не знаете, как она должна гореть. Может быть декомпрессия, может быть разрыв барабанной перепонки. Много, ну, она в конце концов может упасть и загорится все. И голова, и волосы, и подушка. Так что это опасно. И все лор-сообщество международное говорит, ребята, ну не надо этого делать. Мизинец. Более того, если вы вот прям боитесь, что у вас серные пробки, ну, сходите вы раз в три месяца к врачу, лор-врачу. По-хорошему, есть люди, которым можно пользоваться ватными палочками. На самом-то деле. Вопрос в том, что геометрия у всех слухового прохода разная. И кому-то можно, и вопрос как. А кому-то нельзя, и тогда мизинец. И вот для ответа на этот вопрос, вы посещаете лор-врача и говорите, доктор, а какая у меня геометрия наружного слухового прохода? У меня крутой загиб или прямой? Если загиб крутой, вот такой, то, естественно, ты туда как не вставляй, ничего не получится. А если слуховый проход прямой, морковкой, такой условно, каналом, да, то ты вставил ватную палочку по верхнему краю до момента того, что наконечник ватный зашел в слуховый проход, вниз и отвел. Все. Гравитацию на этой планете никто не отменял. По отношению к сере, естественно, тоже. Именно по этой причине, вот этим движением вниз, вы по нижней стенке забираете всю ту сухую серу, которая уже не работает. Так, прекрасно, это очень хорошо, потому что про серную пробку тоже я хочу, чтобы вы сказали. Вот смотрите, непонятно же, если у человека никогда этих серных пробок и не было. Есть какие-то три очевидных симптома, например, которые говорят человеку, что, дружочек, у тебя, возможно, это, бегом к врачу. Ну, первое, это, скорее всего, все-таки односторонняя история. Лучше всего вы этого можете узнать, когда вы будете ложиться в баиньке. Вы вечером ложитесь на одно ухо, потом на другое ухо. Если вам кажется, что одно ухо слышит вот этот вот звук, звук пальчиков трущихся друг от друга, сухих пальцев, по-разному, возможно, все-таки есть предположение о том, что будет серная пробка. Дальше, если, ну опять же, вы пользуетесь ватными палочками активно, если вы пользуетесь наушниками, если вы пользуетесь вкладышами для слуховых аппаратов, то это все является предрасполагающими факторами для того, чтобы сформировались серные пробки. Еще, если у вас ухо чешется, зуд. Да, кстати. Да, пожалуйста, есть вероятность того, что у вас, возможно, серная пробка. Или вы вышли из ванной и, о боже мой, вот так вот взяли и выключили одну сторону. А вы голову хорошо помыли. Возможно, серная пробка набрала в себя влаги, разбухла и закрыла вам наружный слуховый проход. Идите к лорворчу, удаляйте, смотрите, как дела. Прекрасно, спасибо за классные советы. Обращайтесь. Но мы вернемся к китайцам. Есть китайский ушной массаж, который обещают людям, опять же, в том же самом ютубе, вернуть потерянный слух. Не просто так же люди придумали, значит, работает. Да, работает площадка на обогащение людей. Давайте так. Человек рождается. У него 10 пальцев на ногах, 10 пальцев на руках, 2 глаза, 2 уха и 20 тысяч волосковых клеток. Тех самых структур, которые преобразовывают энергию механических колебаний в энергию электрического импульса. И вот сейчас будет откровение для вас и для всех остальных. Мы слышим не ухом и видим не глазом, друзья мои. Это все мозги. Это все мозги делают, да. Они обрабатывают электрический сигнал, который создается улиткой. И далее, как результат, мы воспринимаем те или иные звуки. И вот, если... Грубый пример, но зато понятный. Если столеру по невнимательности отняло пальц циркулярной пилой, вот что-то не делай, что-то не массируй, но не вырастет он заново. То же самое и с волосковыми клетками. В случае, если волосковые клетки умерли в силу разных причин, их нету, что-то не делай, что-то не массируй, что-то не вкалывай, свечи какие не ставь, не получится вырастить эти волосковые клетки заново. Хорошо, доктор, тогда давайте подведем вот этот итог первой части нашего разговора. И я попрошу вас назвать 5 реально самых опасных состояний или вещей, которые могут существенно повлиять на здоровый слух здорового человека. Не использование средств индивидуальной защиты слуха. Если впереди дачный сезон, друзья мои, если вы не используете наушники с большим амбушюром плотного прилегания, вы в группе риска при работе с перфоратором, бензокосой, газонокосилкой, длительное воздействие шума может приводить к устойчивому снижению слуха. Дальше. Если вы используете различные твердые предметы для чистки наружного слухового прохода. Я до сих пор встречаю достаточно много историй, где человек спичкой, отверткой, спицей решил почистить ухо. Почему? Да потому что лень было идти в ванну. Если в вашем роду были люди, у которых рано было диагностировано снижение слуха. Возможно, вы в группе риска по генетике. Если вы принимаете лекарственные препараты в большом количестве, разные, внимательно читайте аннотацию. Смотрите, нет ли там противопоказаний, нет ли там побочного эффекта, такого как снижение слуха, ототоксический эффект, тинитус. Вот это все внимательно посмотрите. И тогда с вами прибудет звук. Давайте про путешественников поговорим. Если в самолете, допустим, что-то такое случится, человек может потерять слух? Ну, давайте так. Что случится в самолете, чтобы человек прям капитально потерял слух? Ну, первое, самое страшное, это разгерметизация борта самолета, когда идет баротравма, резкая перепад давления. Дальше. Человек в теории может полететь на отдых здоровым, а вот обратно он может полететь с морей, в частности, сейчас период отпусков, с небольшой заложенностью, либо с достаточно активным насморком. Как результат, содержимое полости носа может попадать через слуховую трубу, и в процессе изменения давления на моменте взлета и посадки у человека может быть острое состояние, вызванное как раз вот наличием жидкости. Туботит острый, и дальше это может все перерасти в отит. Я, конечно, жути не нагоняю, но давайте так, если вы заболели на море и впереди полет, то оптимально, конечно, с лору врачом проконсультироваться, что нужно сделать, чтобы носовое дыхание было нормально, чтобы вентиляция слуховой трубы была хорошая. Поехали дальше тогда, будем говорить о возрастных изменениях слуха. И первый вопрос такой, это нормально, что с возрастом слух снижается? Зигмунду Фрейду приписывают следующую фразу, что шизофрения есть у всех, просто не все до него доживают. Я классика, простите, перефразирую, но снижение слуха есть у всех. Не все до него доживают, да. И это нормально. Нормально с возрастом иметь снижение слуха, но ненормально не компенсировать его. Ненормально напрягать окружающих тем, что ты переспрашиваешь, тем, что ты отвечаешь не в попад, тем, что с тобой не могут пообщаться. Ты же с учетом своего веса и возраста, веса жизненного опыта я имею в виду, ты же кладезь, ну как с тобой не пообщаться? Бабушки, дедушки почему зачастую не берут внуков? Они не понимают их. Что он там говорит, не понимает. Почему? Потому что у детей высокий голос, а в первую очередь выкашивают волосковые клетки, которые отвечают за восприятие, за создание, точнее, электрического сигнала в области высоких частот. По этой причине люди ловят комара на ощупь, что называется. Да, они его не слышат, они его чувствуют, когда он уже укусил их. Возрастное снижение слуха нужно компенсировать. И как мы с возрастом начинаем носить очки, как с возрастом появляется катаракта, и мы ее берем и оперируем. Также с возрастом, если вы переспрашиваете, ну зачем вы гробите качество своей жизни? Ну серьезно. Действительно, есть же маркетплейсы. Можно купить слуховые аппараты прямо там, и стоят они довольно недорого. Ну и бог бы с ними. Бог бы с ними, если бы каждый второй человек, взрослый, не использовал, и не думал, что ну нормально, сейчас подкручу, и все будет окей, вроде слышу. Ну да, я у мамы инженер, конечно. Поговорим вот о чем. Что такое слуховой аппарат? Слуховой аппарат, как таковой, он является средством электроакустической коррекции слуха неимплантируемого типа. Это экзопротез. Да, вот так вот красиво в медицине, в сурдологии называется слуховой аппарат. Он по функционалу своему, конечно, он очень крутой. Он управляется с телефона. Там есть встроенный Bluetooth-модуль, который позволяет слушать музыку и так далее. Но самое главное, что это протез, который настраивается индивидуально под каждого конкретного человека. Как это делается? Мы снимаем показатели о том, как слышит человек. Делается человек аудиометрия. Мы получаем аудиограмму. Это кривая, где мы знаем, как человек на каких частотах слышит. И далее мы все эти данные прописываем в память слухового аппарата. И после этого слуховой аппарат анализирует, что же пришло к нему на микрофоны. Это речь или это шум? И сколько этого пришло на тех частотах по сравнению с тем, как человек слышит. Если это звук, который человек сам слышит своим ухом, этот протез, слуховой аппарат пропускать его напрямую без какого-либо дополнительного усиления. Но в случае, если звук тихий, то аппарат его доусиливает ровно столько, сколько нужно. Ни больше, ни меньше. Вот так они работают. А то, что продается на маркетплейсах, ну давайте будем называть вещи своими именами. Это усилители звука. Это устройство, которое равномерно поднимает весь частотный диапазон. А снижение слуха, оно неравномерно. Чаще всего человек плохо слышит высокие частоты, чуть-чуть получше, но все равно не всего слышит средние и более-менее относительно низкие частоты. И со временем это все асимметрично также снижается. Но не у всех. У всех по-разному, но тем не менее. И вот получается, что человек, который начинает использовать усилители звука или дешевые слуховые аппараты, он портит себе слух. Почему? Потому что он накручивает себе громкости, она равномерно поднимается. Он слышит же неравномерно и в итоге басы, как он слышал, так он слышит еще больше, а середины верха он недослышивает. Вообще, хочу вам сказать, что основой русской речи, в частности, является сибилянтыш, это шипящие, свистящие звуки, которые как раз человек и недослышивает. И основная жалоба людей со снижением слуха, это вот какая. Я все слышу, я ничего не понимаю. Со мной разговаривают, как будто кашу в рот набрали. Как будто каждый второй это какой-то русский репер. Ну то есть реально эти слуховые аппараты, купленные на маркетплейсе, они опасны для слуха. Они опасны для слуха. И более того, на них прямо на упаковке пишут, на коробках пишут, что это устройство не предназначено для людей со снижением слуха. Понимаете? Так что это ну прям на тоненького. Это так же, как с ушными палочками, да? Не предназначены для чистки ушей. Ребят, вам сказали, что это совершенно не то, что нужно. Хорошо, доктор, подведем тогда итог уже финальный и окончательный. И перечислим три самых опасных состояния, при которых действительно пора к врачу-сурдологу. Что такого может случиться с нашим слухом, с нашими ушами, что человек должен задуматься и прямой дорожкой отправиться к вам? Если человек переспрашивает, ему говорят, иди к врачу, надо идти к врачу. Если человек не слышит автомобиль сзади, например, да, нарушена локализация, человек не понимает звуков. Если ему говорят, ты слышал, он говорит, нет, не слышал, серьезно, это уже звоночки. Прислушайтесь к тому, что вам говорят окружающие. Если вам кажется, что качество разборчивости речи ваших собеседников очень сильно упало, ну что ж, в таком случае пора встречаться. Если вы смотрите что-либо по телевизору, ролики какие-то, и вы понимаете, что вы докручиваете громкость, и после вас телевизор работает тише, а вы его не слышите, это повод встретиться с сурдологом. Хорошо, это первый пункт, который говорит нам о том, что действительно нужно будет проверить врачу, как вы слышите или нет. Дальше, какая-то острая боль в ухе, например, это может говорить о том, что неотложное состояние, нужно срочно бежать, иначе потеряем слух. Неотложное состояние, это когда, вы знаете, в компьютерных играх, если где-то взрывается граната или в фильмах, такой писк в конце. Это вот история про тинету, сушной шум. Если у вас начало шуметь в голове, надо встретиться с сурдологом. По поводу острого состояния, со мной нужно встречаться тогда, когда выключили одну сторону по принципу рубильника. Тогда да, надо встречаться. И чем раньше человек обратился к врачу, тем больше вероятность, что мы можем ему помочь без слухового аппарата, что его можно вылечить еще. Потому что острое состояние сенсово-невральной тугоухости, оно поддается терапии. Такие люди, бывают, годами ходят с головокружениями, ходят по неврологам, по остеопатам, по мануальщикам, а на самом деле нужно было им дойти просто до врача-сурдолога. Часто встречаете таких пациентов? Да, я часто встречаю таких пациентов, и я их отправляю к врачу-отоневрологу. Да, врач-сурдолог занимается диагностикой слуха, его коррекцией, и в частности у нас там рядом с улиткой есть еще вестибулярный аппарат. И есть врачи-сурдологи, мои коллеги, которые занимаются патологией вестибулярного аппарата. Но вот если прям брать очень узкую специализацию, то этим занимаются именно врачи-отоневрологи. Это по образованию, изначально это врач-лор, который стал сурдологом, а из сурдологии он ушел вот в это вот узкое ответвление, которое называется отоневрологией. То есть с головокружениями? Это оптимально к отоневрологу, да. Друзья мои, обратите внимание, пожалуйста, прямо сейчас на то, какой уровень громкости на ваших смартфонах, компьютерах и телевизорах. Прислушайтесь к тому, что говорят ваши близкие. Возможно, действительно вы стали хуже слышать, и это повод для того, чтобы обратиться к грамотному специалисту. И поверьте мне, что ни один тест в интернете никогда достоверно вам не скажет о вашей болезни. Все, что вам нужно сделать прямо сейчас, подняться, записаться на прием к хорошему врачу-отоневрологу или сурдологу, если есть такой специалист в вашем городе, дойти до него и довериться рукам профессионалов. Доктор, спасибо вам большое, очень интересно и, главное, полезно. Обращайтесь. Друзья мои, мы желаем вам здоровья, и как всегда ждем ровно через неделю, потому что мы готовим свежие выпуски программы на здоровье. Оставайтесь с нами, будьте здоровы, увидимся, пока.